Молнии бывают на одежде, на сумках и даже на обуви. Молния начинала как новомодная застежка для обуви и кесетов. Их стали использовать в одежде только в 30-х годах 20 века, через 80 лет после изобретения этой удивительной застежки. В 1851 году американец Элиас Хау первым запатентовал похожую на молнию застежку. Но ему так и не удалось ее продать. В 1893 году другой американец, Вайткомб Джадсон, сделал похожее приспособление, которое он назвал замковой застежкой. Он нанял канадского инженера Гедеона Сандбека, чтобы тот упростил изначально сложное устройство, которое не нашло применения. В 1907 году Джадсон и Сандбек запатентовали современную молнию. Зубчики молнии изготавливаются из металла, пластика или нейлона. Часть молнии из ткани называется лентой. Она обычно сделана из полиэстера, но иногда из хлопка или огнеупорной ткани. Чтобы изготовить металлические молнии, предприятие отправляет длинный рулон ленты в так называемую зубцовую машину вместе с длинным рулоном металлической ленты или проволоки с прямоугольным сечением. Как видно на замедленной съемке, машина вырезает кусочки проволоки, пропускает их через станок, придающий им форму зубчиков, и прикрепляет к одному краю ленты. Эта машина делает все это со скоростью 45 зубчиков в секунду. Эти зубчики молнии алюминиевые. Более прочные молнии изготавливают из более стойких металлов, таких как латунь и никель. В зависимости от модели ширина зубчиков может варьироваться от 3 до 10 мм. Чем шире зубчики, тем толще они должны быть. Теперь рабочие отправляют две ленты с металлическими зубчиками в так называемую соединительную машину. Зубчики сцепляют две половины длинной молнии, затем чистящая машина моет молнию, убирая металлические опилки, оставшиеся после процесса вырезания зубчиков. После высушивания молнии машина покрывает ее горячим воском. Это выравнивает зубчики, и замок молнии будет скользить по ним плавно. Следующий этап – прореживающая машина. Она убирает 4-сантиметровый участок зубчиков на равных промежутках. Потом ленту на этих промежутках разрежут, разделяя длинную молнию на множество более коротких. Существует два основных типа молний. Во-первых, молния с закрытым концом, две половинки которой не разделяются внизу при расстегивании. Для них нужен элемент под названием нижний ограничитель, кусочек проволоки, закрепленный в основании молнии. Когда вы расстегиваете молнию, он останавливает замок, и две половинки не разделяются. Второй тип – это разъемная молния, при расстегивании которой две половинки рассоединяются. Например, молнии на куртке. Внизу таких молний машина присоединяет прозрачную укрепляющую полоску. Она делает ленту более прочной, и следующая машина присоединяет шпильку и паз. Шпилька – это вертикальный кусочек металла на одной половинке молнии, который нужно вставить в паз на другой половинке, чтобы застегивать молнию. Следующая машина устанавливает замок. На замедленной съемке мы можем увидеть, как она рассоединяет зубчики и надевает на них замок. Следующая машина прикрепляет так называемый верхний ограничитель – кусочек проволоки, который останавливает замок наверху полоски, когда вы закрыли молнию. Затем машина перерезает ленты на каждом промежутке, разделяя готовые молнии. Пластиковые молнии изготавливаются немного иначе, чем металлические. Лента такая же, но зубчики делают из пластиковых шариков. Машина расплавляет их, затем заливает жидкий пластик в формы зубчиков молнии. Форма охлаждается почти мгновенно, и пластик затвердевает. Потом машина закрепляет зубчики на ленте, одновременно автоматически разрезая ее на кусочки нужной длины. Лишний пластик в середине снова расплавляется. Для соединения двух половинок пластиковых молний не существует специальной машины. Рабочие делают это вручную, чтобы убедиться, что зубчики ровные. Затем машины-автоматы устанавливают оставшиеся детали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова